Про Белухи пока молчат, потому что про Белухи нельзя всуять, но и молчать тоже невозможно, во всяком случае, для тех, кто знает, что это за вершины, кто там бывал, или хотя бы мечтал о ней, или слышал о ней, самая высокая точка Алтая, одна из самых мистических вершин на планете. В Белухи надо еще добраться, а вдруг хороший подготовительный этап для Белухи. Но об одном человеке, который дошел до седла Белухи еще в прошлом веке, без всякого специального оборудования, тогда еще и снаряжение, потому что в 19 веке какое по нынешним меркам было снаряжение у восходителя, это Василий Васильевич Сапошников, выдающийся русский путешественник, ученый, биолог, ректор Томского университета. Человек, который родился в Перми в 1862 году. Мне об этом говорить приятно, потому что я сам человек пермский, уральский, я родился в Пермском крае-крае и горжусь, что такие люди есть и рождаются у нас. Это ветер алтайский требует лету памяти, и настой трав пьянит, и рождает трепет, и особый в душе настрой. Как мечталось, ослабив поводья, пока тунили и куча руле, будем в поисках беловодья ехать в утренней полумгле, как Василий Васильевич Сапошников, уроженец града Перми, вертолетов и внедорожников не имея, с двумя людьми караванным шов. Не слухи. Так свидетельствует дневник. Он дошел до седла Белухи. Он верховья Акема, Броник. Это он, Василий Васильевич, по-уральски. Уперт и крут. Увлекаем познание силою. Нас нам открыл ядники Ак-тру. Почитай-ка ему тетради. Люди, камни, растительный прах, весь Алтай, как в телецкой глади, отразился на этих листах. Он и сам, алтайская глыба, вровень встал с любой из вершин. И за это ему спасибо от сибирских серьезных мужчин.